Ну, это не манкурт, это обиженный. Манкурт — это другое. То есть они просто, ну, обиженные или сентиментарные такие? Да, да, да. Ну, вот это вечное, типа, мне не дали, я не... Ну, типа, а почему не нам? Я всегда вот это... Слава богу, может быть, это, знаешь, тема аргументована, что я не родился в Советском Союзе, я не успел попасть под влияние вот этого тлетворного, вот этого всего бреда, я родился в независимой стране, потому что, ну, я всегда смотрел на какие-то закидоны, вот, ну, homo советicus, и я не понимал. Вот у меня в голове, понимаешь, что вот так вот, типа, я помню, я спорил с мамой своего друга в Израиле, с белорусы, а не белорусы. Вот, и когда у нас Майдан, и вот это... Я негодовал по поводу... Как его... Поместье это, блин, прикольно, да, в Киеве живу, не помню, как поместье, не вор его, где у него там вот этот золотой стол, золотой батон. Понял. Типа вилу. Ну, это тогда-то мы думали, что это пи***я хорома, мы потом благодаря бутербродному узнали про аквадискотеки и так далее, мы поняли, что наш Витька был просто мелкий, ну, дворовый вор. Да, как будто кто-то что-то не понимал до этого видео про дворец в Геленджике. Как будто это единственный дворец, типа... Вы прекрасно это понимали. Ну, то есть мне просто интересно было посмотреть вот именно, ну, как живет Владимир Владимирович, то понятно, что у него там таких дворцов парашки раскидано, ну, сколько угодно. Да и тот, который в Геленджике, еще, наверное, скромно выглядят, то есть, ну, учитывая, какими средствами человек может воротить, то... Ну, в принципе, он может, в принципе, снести Оренбург и построить себе там, ну, хамам вместо Оренбурга. Ну, Вово, есть такое. Да, это вполне, вполне в его силу. Может быть, вместо какого-то закрытого города на территории РФ это уже произошло, но поскольку он там, блядь, закрытый еще совка, то никто об этом не знает. Может, пристать нам какой-нибудь. Да, да, да. Это, знаешь, это вот где-то в Советском Союзе, они когда решали построить город, это ты когда в Сим-Сити типа создаешь новый город и ты уже заебался, типа тебе впадлу придумывать какое-то название, ты просто новый город 3 просто, типа. В Союзе так же города строили. Ну, по поводу, возвращаясь, ну, к вот этому, типа, я просто не знаю, я смотрю на то, как они живут, и я не понимаю, почему люди годами думали, что там лучше. Как, кто построил этот миф? Ну, у нас глубинка жила всегда лучше, чем у них, вот реально. Я вот смотрю, типа, вот для них местные в Киевской области, когда мы уже там во время Киевской операции общались, когда мы жили там, стояли у местных, которые были под оккупацией, они говорят, они реально удивляются с того, что у нас в селе есть, как это, у вас бетонная дорога в селе, у вас фонари с освещением, да у вас в селе 3 магазина. Ну, типа, для них это реально, ну, это что-то невероятное. Я думаю, ну, типа, а потом они рассказывают про то, что они победят Америку, которая может себе позволить просто через, ну, типа, там, Невада, как штат гигантский, ну, у тебя сколько есть у тебя хайвеев, по которым ты просто едешь, у тебя вокруг ничего, вообще ничего нет. Ну, типа, ты едешь просто по кутыне, по хайвею, бетонному, хорошему, сделанному, в задении американских налогоплательщиков. И, типа, и, ну, почему-то можно проложить дорогу в пустыне, ну, типа, а в село, типа, проложить дорогу, в котором люди живут 200 лет уже, нельзя. Да. Есть такое. Не, ну, кто-то в любом случае будет жить в говне, будет жить в говне, а кто-то в любом случае будет жить во дворце. Просто другое дело, что эти люди, как правило, воспринимают расследование дворцов Путина и претензии к яхтам Абрамовича как пересчет чужих денег. Но проблема в том, что если эти претензии высказывает россиянин, который платит Российской Федерации налоги, они там большие, особенно с учетом НДС, то это не чужие деньги тогда, как мы сами понимаем. Своих денег у государства не бывает. Так что, так что, да, здесь как бы дело не в том, что ого-го, живет во дворце, как так можно. Да, реально пусть живет, если человек дельный. Просто проблема в том, что сами понимаете. КОНЕЦ Продолжение следует...